Всем привет! Это Аудиомания, и я, Алексеев Герман. Сегодня у нас на столе аж две пары мониторов. Это мониторы KRK Rocket G4 в потрясающем белом цвете. Компактные мониторы Rocket 5 и Rocket 7 среднего размера. Недорогие мониторы, которые меня поистине удивили, и я с удовольствием расскажу почему. Мне кажется, во всем мире нет музыкантов, которые бы не знали продукцию KRK. Да, возможно, не все знают название бренда, но наверняка каждый узнает эти знаменитые желтые динамики. Сейчас будет небольшое лирическое отступление, но я должен об этом рассказать. Можно бесконечно перечислять мировых продюсеров, артистов и звукорежиссеров, которые пользуются продукцией KRK. А в нашей стране в то или иное время эти мониторы стояли на всех хип-хоп-студиях. Одновременно же с этим многие звукорежиссеры отзываются о продукции KRK, мягко говоря, не самым почтительным образом. Парадокс. Так в чем же дело? Все очень просто. У компании KRK есть несколько серий мониторов, которые отличаются и по цене, и по звучанию. Но внешне они похожи. Посмотрите сами. Вот мониторы G8 второго поколения, а вот мониторы V8. Похоже, не правда ли? Только дело в том, что V-серия в 4-5 раз дороже, и это совсем другой звук. Узнаваемые желтые динамики сыграли злую шутку. Многие звукорежиссеры, поработав на недорогих KRK, решили, что вся продукция KRK не заслуживает их внимания. В общем-то, как и я сам, 7-8 лет назад я приобрел Rokki G6 второго поколения и был вообще не в восторге. Но стоит помнить, что существует большая разница между поколениями и сериями мониторов KRK. А теперь к делу. У нас на столе мониторы бюджетной серии Rokki 4-го поколения. И хочется сказать сразу, эти мониторы не имеют ничего общего с мониторами серии Rokki прошлых поколений. Это принципиально новый продукт, который заставит изменить свое мнение о серии Rokki даже самых закореневых снобов. Вот основные особенности 4-й серии. Первое. И это просто прорыв для недорогих KRK. Мониторы оснастили графическим эквалайзером, управляемым DSP. Управлять настройками вы можете с задней панели мониторов, где расположился комбинированный вход TRS-XLR, яркий дисплей и ручка управления. Или воспользоваться удобным мобильным приложением. Благодаря DSP вы можете корректировать звучание мониторов под помещение, в котором работаете. Будь то комната в квартире, гараж или студия с акустической отделкой. При внимательной настройке ваши KRK будут звучать честно везде. Именно поэтому их можно советовать новичкам, которые часто работают в домашних условиях. Второе. И это тоже просто бомба. В четвертой серии Рокетов используются кевларовые динамики. На минуточку в самой дорогой V-серии KRK используются те же кевларовые динамики. Понимаете, к чему я? Концептуальный разрыв между сериями сильно сократился. Не знаю, кто в KRK до этого догадался, но он просто гений. Благодаря кевларовым динамикам звучание ваших мониторов будет сбалансированным и честным. Третье. KRK полностью переработали конструкцию корпусов мониторов. Это и форма, оптимизирующая размеры внутреннего пространства, и конструкция фазоинвертора, расположенного на передней панели, и способ крепления динамика в корпусу. Все это позволило добиться беспрецедентно чистого, динамичного и глубокого звучания мониторов. Плюс запатентованный встроенный лимитер, который сможет защитить ваши динамики при работе на максимальных громкостях. В общем, KRK превзошли сами себя. А что по звуку? Я считаю, что мониторы звучат достаточно открыто и детально. И, главное, лишены минуса предыдущих поколений. Они не бубнят на низких частотах. Давайте вкратце пробежимся по техническим характеристикам. Размеры низкочастотных динамиков 5 и 6,5 дюймов соответственно. Диапазон воспроизводимых частот от 43 Гц до 40 кГц у пятерок и от 42 Гц до 40 кГц у седьмой модели. Максимальное звуковое давление 104 и 110 дБ. Мощность 55 и 145 Вт. Вес 4,85 и 7,6 кг соответственно. А напоследок, хочется обратиться к тем, кто, как и я раньше, скептически относился к мониторам серии Rocket. Попробуйте поработать на них и, возможно, ваше мнение изменится. А тем, кто только начинает работать со звуком, я настоятельно рекомендую обратить на них внимание. Потому что сейчас на рынке не так много вариантов, оптимальных по цене и качеству. В пятерке лучше подойдут для использования в домашних и небольших Project-студиях. А семерке для более серьезной работы со звуком, в акустически подготовленных помещениях и для работы на больших громкостях. В общем-то и все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И бегом в аудиоманию. Пока!